Друзья, доброго времени суток. Добро пожаловать на канал Завода. Меня зовут Дима и мы продолжаем с вами проходить Киберпанк 2077. Ну что, нам позвонил Керри Евродин и попросил прийти. Извините, этот лифт не работает. Ма и чё ты тут стоишь тогда? Если он не работает, зачем ты здесь? Да чё, не знаешь, блядь? Не работает даже для гостей Керри Евродина? У меня с ним встреча. Что ж, тогда желаю вам приятного вечера. Какой-то ты, блядь, пацан мужицкий, залысенный мужик. Короче, хер пойми. Вроде взрослый, но как бы молодой подросток. Так, нам надо за отдыхать. В общем, помогали мы Керри Евродину, там с группой разбираться. В общем, мы с ним скинтовались прям конкретно. И вот он нам позвонил, попросил прийти помочь. Ему. Встретиться, в общем, с ним надо. Сейчас посмотрим, чё тут будет происходить. У него какие-то конкуренты появились. Он с ними хотел разобраться. Чё, блядь? Да, ну нафиг. Давайте спустимся к нему, пообщаемся. Вот с этой группой мы разбирались. Поджигали фургон с их оборудованием из Крэг. А сейчас чё-то он с ними завёлся, начал водиться, общаться. Бой, поможет. Би всегда появляется в тот момент, когда мне пора сворачиваться и убегать. Простите. Би, Би, один вопрос. За какого это? Общаться с Керри Евродином, живой лицей. О, здорово, девка. Вы классные. Боже, не надо снять Ви в нашем клипе. Это говори. Снять нашим телохранителям. Я пока немного занят. Обязательно вам позвоню, если что. Хочу тебя кое с кем познакомить. Ви, это Спектр. Мой хороший друг. Познакомились с ним в Мэнфизе тысячу лет назад. Привет. У него мощный товар. Можешь даже по знакомству получить скидку. Конечно, мистер Евродин. Для ваших друзей особая скидка. И чё за товар показывай? Кажись, что ты подаешь. О делах потом поговорим. Ий, пойдём, покажу тебе кое скидку. Ну, ладно. Я вернусь. Кэр, шоу удалось. Худшее позади. Планируем следующую миссию Керри и Вродина? Покушение на Кавачика? Очень смешно. Но да, я ему это ещё припомню. Может, ни сегодня, ни завтра, но этот сукин сын обязательно пожалеет о том, что уболтал меня подписать все эти контракты. А ты пробовал разорвать контракт с Лейблом? На хера. Нет, ну серьёзно, ну разорву я этот контракт. Чё дальше? Кто будет издавать мои новые альбомы? Кто займётся дистрибуцией, раскруткой, инфлюенсерами, прессой? У Лейблов всё схвачено, а если ты не с ними, ты просто дрочишь на обочине. Зато ты свободен. Ага, свободен. Свободен орать хоть до посинения, потому что никто не услышит. Это просто ещё одна крайность. Да, ты иногда забывал рот открывать, когда говоришь, ну да ладно. Сейчас покажу одно из моих любимых мест в Найт-Сити. Я сюда прихожу редко, но если прихожу, то не случайно. То есть, мне повезло? Может быть. Мы на крыше. С видом на ночной город. Я сказал, больше никого сюда не пускать. Обожаю этот вид. О, Джонни, здорово. Обожаю смотреть на город сверху. Ух, как высоко. Как? Здесь ты засыпаешь с ощущением, что ты крут. А наутро понимаешь, что ты никто. Я рад, что мы выбрались сюда вместе. Ага. Я тоже. Вообще, я хотел кое о чём поговорить. Мне просто показалось, что мы понимаем друг друга, что... Что случилось? Я начал всю эту аферу с Аскрекс, потому что вроде как боялся. Боялся, что люди станут считать меня очередным продуктом, винтиком в машине корпораций. Продажный Евродин работает с азиатскими старлетками ради бабла, славы. Шансы напомнить людям, что он, сука, блядь, ещё живой. А разве не так? Так. Но дело не только в этом. Настоящая проблема глубже. Намного глубже. Расскажи. Ну, я думал, что мне страшно от того, что люди увидят во мне раба корпорации. Но на самом деле я просто боялся снова оказаться в чьей-то тени. Снова? Я долго жил в тени Джонни. Он сиял, а я так. Был просто фоном, частью декорации. Я не верил, что смогу существовать сам, без Сильверхэнда. Поэтому он ушёл из самурая. Бля. Джонни думал, ты ушёл из самурая, потому что струсил, не выдержал давления. Да, я знаю. Но он ошибался. Я просто решил бороться сам за себя. Я до сих пор борюсь. Найт-Сити полон теней. И я все силы трачу на то, чтобы держаться от этих теней как можно дальше, понимаешь? Пиздец. Мне ещё нужно что-то доказывать этому городу. А тебе-то. Ты всего добился. Город твой. Чего тебе бояться? Я напомню тебе этот разговор. Когда войдёшь в мою лигу. Думаешь, это возможно? В этом я уверен. Очень надеюсь, что ты прав. А он... Ё-пэ-рис-э-тэ. Что это такое? Уже нет. Что происходит? Довольная морда. Это просто безумие какое-то. Я бы просто хотел вечно вот так стоять с тобой. И смотреть на этот город. Остановить это мгновение, заморозить его во время. И купаться в море неоновых огней. Но мгновение всё равно пройдёт. И мы с радостью вернёмся к хаосу там, внизу. Керри так и не понял. Хуже несбывшейся мечты может быть только одно. Мечта, которая сбылась. Ну что, дельтуем? Хаос ждёт. Я останусь тут ещё ненадолго. А ты давай, возвращайся вниз. Выпей там за этот город. И за меня в нём. Ладно, пойду выпью за тебя. Мой сладкий. Теперь тебя так надо называть? Буду ждать твоего звонка. Итак, нам позвонил Керри и попросил приехать к нему в гавань. И? Да, да. Без вопросов скоро буду. Скоро буду. Обещаю, ты не пожалеешь. Гавань у четвёртого пирса. Продолжается наша интересная история с Керри. Так, Керри Евро-1. Так, куда нам нужно на гавань? О, далековато. Ну, сейчас быстро переместимся. Так, ну вот она гавань, куда просил приехать нас Керри. Давайте подождём. Да, 19.00. О, вот он ты. Здорово, сладенький. Это чё, твоя ехта? Ну, я думаю, скорее всего, да. Давай. Повеселимся. Окей, ладно. Звучит заманчиво. Поплыли. Молодец. Правильный ответ. Отдать концы. Где тут кнопка, чтобы поднимать? Ясно. Симурай. Слушай мою команду. Вперёд. Так, это катер-самурай, значит, у нас получается. Нормально, нормально. А он и... Главный солист самураев. Окей, теперь объясни, что происходит. Я же говорил, виток, блядь, жизни. А если попроще? Ну, виток, ну, цикл, круг. Блядь, ну, заканчиваешь старый, переходишь на новый. Жизнь же состоит из витков. Мне так мой гуру говорит. Ладно. Давай, рассказывай про эти витки. Ну, короче, свою первую песню, которая не была говном, я написал на море. И вот смотри, сегодня опять что-то неплохое выходит из-под пальцев. Вот тебе виток. И ты хотел это кому-то рассказать? Ну, не кому-нибудь. А именно тебе, Вин. Ну, ля-ля. Я много думал об этом скандале со Скрэкс и про то, как ты мне помог. И чё надумал? Ты всё перевернул, Ви. Ты стал для меня... В смысле, пока ты не появился, я сидел в болоте. Я боялся даже собственной тени. А теперь? А теперь я начал думать о новом синхле. Да, блядь, о новом альбоме. Это будет офигенный альбом, совсем другой. Теперь всё будет по-другому. Наверное, это у людей и называется озарение. У людей это называется взросление. Вот увидишь. Никаких больше скандалов, странных выходок нет. Всё, с этим покончено. Ну, с завтрашнего дня. Не понял. Чё-то задумал опять. Да, яхта шикарная. Прям вообще зачётная лодочка такая. И музыка найс. Так, и где мы? Ну, что, блядь! Правил час освобождения! О, блядь. Ты мне, блядь, поможешь, или как? Будешь так стоять и пялиться? Хаос и разрушения? Вот это я люблю. Хрушиламай! Тебе не жалко, что мы разъебём твою яхту? Мою яхту? Ты издеваешься? Думаешь, я назвал бы свою яхту Симурай? А чья тогда? Корпоратской мрази ЛП Ковачика. Ковачика? Твоего менеджера? Залупенеджера! Я ещё не успел его поблагодарить за херню со справедливой. Блядь, ну хуя себе, бать. И вообще за всё хорошее! Давай-ка! Выбери здесь что-нибудь! И расхуячь за его счёт! Что ж, разнесём тут всё к хуя! Вот это я понимаю! Присоединяйся! Он или впал в старческий маразм, или поумнел. Возможно, и то, и другое. Так, 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 чё тут ещё разъебать можно? Кофемашина, блядь, нахуй её! Чё тут, чё тут ещё можно? Так, а в эту дверь можно выйти? А ну, помоги мне с этой ебаниной! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! О-й-ё-ёй! Блядь, пиздец, яхта горит! Блядь, чё ты делаешь? Блядь, чё ты делаешь? Вот это, блядь, пиздец Вот это, блядь, контент Блядь, яхта Самураи горит Так, а где Керри-то? Ты там не утонул? А вот он плывёт Давай, выходи уже Вот, блин Надо бы почаще плавать у себя в бассейне Чё, запыхался? Иди к сюда Только не дыши слишком уж глубоко А то омбре тут пиздец мощный Красиво горит Только чё-то не взрывается Кто-нибудь, наверное, уже заметил дым Блядь, если эта корыта снова выйдет в море Меня удар хватит Ай, надо было напихать туда побольше канистр Или купить С-6 у бары Как думаешь? О! Неважно Круто ж было, да? Скажи Ты сделал, что хотел Что теперь? Ничего Так в этом-то всё и дело Теперь несколько минут можно просто сидеть И наслаждаться жизнью Спасибо, Ви Ух, блядь Усраться, как романтично Я устал жить по законам Найт-Сити Мне кажется, мы заслужили второй раунд А? Что скажешь? Я за И хватит считать раунды Поехали отсюда Сейчас ветер сменится Нас накроют сразу все ароматы этой помойки Тебя подбросить? Спасибо Я как-нибудь сам Ну окей Главное, не туси тут слишком долго Давай, до скорого Давай, пока Вот и мы получили достижение За всё плохое И начали Любовные отношения С Керри Евродином